Герой сюжета Публика ТВ, снявшийся с пивом и в майке нашей партии, рассказал Бельскому телевидению о том, как все это происходило. Журналист телеканала БТВ связался с Денисом Гуцу, имя которого стало известно после появления ролика в соцсетях по телефону на следующий день. В ходе телефонного разговора актер рассказал, что в день протеста к нему подошел сотрудник силовых структур, который предложил дать ему и его брату постоль, леев и футболки с символикой нашей партии. А затем они должны были, если их спросят, признаться, что приехали на протест из Сорок. Что их будут снимать, по его словам, он тогда не знал. Ребята, вы... Мы с Ренатом Усатым. А вы за кого? А? Мы с Сорок... Вы много чего-нибудь? Мы с Сорок... Не-не, мы с Сорок приехали специально для... Для этого... Унизить этого... Плохотнюка. Телефонный разговор журналиста с молодым человеком был записан без ведома последнего. Однако, телеканал все-таки решил опубликовать запись, считая, что она представляет собой общественно важную информацию, тем более, что на второй день версия Дениса претерпела существенные изменения. Какой-то мужик подошел ко мне, понимаешь? Я хрустил там, я видел, что сколько там народу, он утонул, давай посидим, посмотри. Я тебе говорю, что подошел мужик какой-то. Слушай, слушай, Денис, Денис. Я не знаю, или мусор, или... А, ясно. Я не знаю, кто он, понимаешь? Он подошел, говорит, ребята, так и так. Ясно. В указанной беседе стороны договорились встретиться на следующий день, 13 июня. Встреча состоялась, но источник отказался от съемок, согласившись на частную беседу. Парадокс, но спустя всего лишь сутки Денис запел по-другому. Очевидно, что его обработали, но с какой целью и кто пока неизвестно. После обработки он рассказал, что вместе с братом случайно оказался в воскресенье в центре Кишинева. Там молодые люди встретились с активистом территориальной организации нашей партии в Сороках Виталием Телевко, который, по словам Дениса, и предложил им денежное вознаграждение и футболки в обмен на участие в протесте. Журналист БТВ связался с Виталием Телевко, который ответил, что с молодыми людьми не встречался и слышит об этом впервые. Отметим, что в сюжете Публика ТВ в одном из кадров ненадолго появляется то ли мусор, то ли прокурор, как выразился ранее сам Денис Гуцу. Человек в штатском, разговаривавший по телефону, указывает парням направление к месту съемки. Все указывает на постановочный характер видеоматериала телеканала Плохотнюка. Кроме прочего, невольно возникает еще один вопрос. Как в самом центре Кишинева, где находились тысячи полицейских, молодым людям удается распивать спиртное на глазах у прохожих и не быть оштрафованными за это? Напомним, в воскресенье в Кишиневе проходила акция протеста против изменения избирательной системы. Журналист телеканала Публика ТВ, которую, к словам, выпроводили из толпы собравшихся, взяла интервью у двух молодых людей в майках с символикой нашей партии, признавшихся, что приехали на протест из сорок и получили за это вознаграждение. Субтитры создавал DimaTorzok